Ну а что касается пострадавших от бездействия управляющих компаний, хорошая новость. Четырехмесячную девочку, получившую травму головы при падении снега с крыши, выписали из больницы. Как заявляют медики, девочка здорова, а дальше она будет наблюдаться в своей поликлинике. Ну а руководство управляющей компании, по вине которой произошло ЧП, сейчас грозит реальный срок до шести лет. Максимальная же сумма штрафа для частных коммунальщиков за плохую работу – 300 тысяч рублей. Об этом сегодня напомнил прокурор Самара Андрей Шевцов. Среди нарушителей он назвал управляющую компанию «Альтернатива» Самара Дорстрой, ПЖРТ Куйбышевский, ПЖРТ-11, ЖКХ-сервис и ряд ЖЭО. В этом году в Самаре выпало столько снега, сколько за всю прошлую зиму вывезли тоже немало – больше 200 тонн. В основном это снег с проезжей части, внутри дворов мало где чищено. Когда управляющая компания берет на обслуживание то или иное количество домов, то она, безусловно, понимает всю ответственность, которая на нее возлагается. Естественно, соизмеряет те активы, которые есть – спецтехника, рабочая сила, дворники, ну и так далее, и вопросы, которые касаются уборки. И все пояснения, которые могут быть сейчас представлены, наверное, мало интересуют жителей конкретного двора. Они не интересуют и нас. Есть требования закона, они необходимы к исполнению. Помимо управляющих компаний, прокуратура недовольна работой районных административных комиссий, которые должны контролировать уборку. Так, например, они не нашли в Кировском районе Самары, который плохо расчищен, никаких недоработок. В общей сложности по городу сотрудники прокуратуры зафиксировали 90 нарушений, связанных с уборкой снега. Если вы недовольны работой коммунальщиков, обращайтесь на сайт городской прокуратуры или звоните по телефону горячей линии.